Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Трагическая не случайность на ледяных крышах привели к печальным последствиям. Пылало посреди дороги на улице Дзержинского. Загорелся автомобиль. Лучший друг или риск для жизни? В России может появиться список опасных пород. Музыкальные ритмы в Рязани стартовал конкурс «Солнечный зайчик». Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. В селе Тройское Сараевского района произошел взрыв на газопроводе. Информацию об этом обнародовало региональное управление МЧС. В 15.10 поступило сообщение о прорыве магистрального газопровода с последующим возгоранием. На место выезжали 4 пожарных расчета и 8 человек личного состава. К счастью, пострадавших нет. Плохая очистка рязанских крыш от наледи привела к трагедиям. В среду на трехлетнего ребенка упала глыба льда. К счастью, жизни малыша ничего не угрожает. А между тем, рязанцы продолжают жаловаться на неочищенные крыши. С ними пообщалась Галина Кудряшова. Жизнь вне опасности. Стали известны подробности состояния мальчика, на которого в среду упала глыба льда. После происшествия его сразу доставили в детскую поликлинику номер один. Врачи признаются, травмы не угрожали жизни. Он был в сознании, он активно общался, у него никаких нарушений и функций не было при первичном осмотре. Поэтому он только переживал, что страшно, все, что с ним произошло. Он больше, наверное, ему было страшно и он плакал от страха. Он у нас уже приведен в обычное соматическое отделение, где продолжает сечение. Врачи отмечают, что этот случай стал первым за последние 10 лет. Напомним, что мама с сыном гуляли около общежития филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения, когда сошла лавина. Здесь до сих пор оборваны провода, зато появились новые сигнальные ленты и почищена крыша, чего еще вчера не было. Ну, во-первых, здесь всегда очень скользко, вот, и всегда вот заповорачиваешься сюда и еще спускаешься, то, конечно, уже понимаешь, что здесь можно упасть. Вот, и не смотришь, что там на крыше. Поэтому вижу, какая упала глыба. Глядя на крышу и глядя сюда, все-таки и мама достаточно далеко от крыши. Поэтому тут вот, я не знаю, как это вообще могло все произойти. Там вот у техникума всегда огорожено, вот несколько лет я здесь живу, там всегда у них огорожено. А здесь, ну, вы согласитесь, что далеко. То есть это вот, ну, случайность такая. По версии дирекции вуза, глыба льда отскочила от козырька здания прямо на мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В рамках расследования уголовного дела следователи изымают организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственную документацию, которая содержит сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации здания и также лиц, ответственных за их выполнение. Проводятся допросы, иные следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшей трагедии. А вот об этом здании в социальных сетях ходили легенды. На состояние крыши жаловались уже несколько недель, ведь рядом школа номер 14 и мимо каждый день проходят ученики. Мы мимо этого дома ходить не можем. Там ходят школьники, постоянно, извините, школьникам, детям перекрывают дорогу, а никто ничего не делает. Раз в жизни сбросили лед, они бросили его на тротуар и ушли, а с тротуара никто. А я старая, мне 80 лет, я через их глыбы могу пройти? Наша телекомпания не раз делала сюжеты о состоянии городских крыш. Так, в проезде Грибоедова с дома номер 4 сошла снежная лавина. Она оборвала провода и разрушила железные удерживающие ограждения. Похожая ситуация на улице Петрова, дом 10. Снежный массив буквально уничтожил кондиционеры. От порывов ветра до сих пор шатаются металлические конструкции. Последствия никто не убрал. А в январе полуметровый слой снега разрушил крышу остановки на Московском шоссе. Бороться с проблемой самостоятельно призывают в социальных сетях. Для этого предлагают распечатать таблички с надписью «Осторожно, сосульки» и разместить их около потенциально опасных домов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Машина загорелась прямо во время движения. Утром на улице Дзержинского вспыхнул «Мерседес». О том, в чем причина и чем опасны такие происшествия, расскажем прямо сейчас. В 8.55 утра на улице Дзержинского автомобиль «Мерседес Бенц Вита» перекрыл целую полосу движения в сторону Первомайского проспекта. Автомобиль просто загорелся во время движения. Им управлял 36-летний житель города. По предварительным данным, в транспортном средстве произошло замыкание электропроводки. И автомобиль загорелся. В результате возгорания повреждено подкапотное пространство. Пассажиров в транспортном средстве не было. Водитель не пострадал. По словам очевидцев, водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло. Загорелась вся машина. В итоге пришлось вызывать пожарных. Ближе к 10 утра «Мерседес» погрузили на эвакуатор и увезли, освободив дорогу спешащим на работу рязанцам. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лучший друг или риск для жизни в России может появиться список опасных пород собак в дополнение к закону об ответственном обращении с животными. В него могут попасть спитбули, доберманы, шарпей и другие виды собак. Уже обсуждаются возможные меры ограничения для их владельцев. По местам выгула требованиям к намордникам для неповодка. Как к такой инициативе относятся рязанские кинологи и зоозащитники, выяснила Дина Исляева. Кинолог Ольга Максимова ведет в своих немецких овчарах на специальную площадку. По новому закону о защите животных рассказывает она, выгуливать их без поводка и намордника можно только на принадлежащем тебе участке. Жители микрорайонов в больших городах оказались заложниками законодательства. Собака на поводке, которая длительно выгуливается на поводке и в наморднике, в ней растет уровень агрессии. Собака – это существо больших расстояний. Она должна гулять без поводка и много, и продуктивно. Тогда она, и естественно, заниматься с ней надо. Тогда она будет социально безопасным животным и будет приносить людям только радость. В создании списка опасных пород нет необходимости, считает Ольга Максимова. Во всех городах есть местные законодательные акты, регламентирующие порядок содержания и выгула собак. В Рязани такое постановление приняли в конце 80-х. Нельзя выгуливать собак вблизи детских площадок и образовательных учреждений. В местах с большим скоплением людей собака должна находиться в наморднике и на коротком поводке. В список опасных пород предлагается включить старфашистских терьеров, питбули, немецких овчарок, доберманов, долматинов и шарпеев. Этот список необъективно считает кинолог. Агрессивная собака или нет – зависит от воспитания. А если уж применить к проблеме научный подход, то самыми кусающимися считаются две породы – пекинез и такса. Их никто не боится в силу маленького размера. А зубы стандартной таксы по размеру равны зубам овчарки. Она вас хватит за сухожилие, и вам достаточно этого будет, чтобы остаться коллегой на всю жизнь. Нередко питбули и доберманов заводят люди, которые не готовы приложить усилия к воспитанию собак. И породистые животные оказываются на улице, рассказывает директор некоммерческой организации «Лучшие друзья» Вероника Жаворонкина. К нам попадали и Стаффорды, и Питбули, и доберманы. То есть, наверное, полный список этих пород был у нас. И чаще всего они были либо выброшены хозяевами, ну, редко когда их просто потеряли, потом забирали. Они были разного характера. То есть, кто-то изначально боялся, кто-то даже немножко проявлял какую-то агрессию, но, скорее всего, просто от страха, потому что попадал в незнакомое место. Но потом, через пару дней, собака становилась абсолютно адекватной. Может быть, деда она была невоспитана, но абсолютно не агрессивная. И все такие собаки у нас пристраивались. Работа Вероники пристраивать бездомных собак. Сейчас их в приюте около 80, а дома ее ждет еще один пес – Доберман Черри. Из-за славы, которую получила эта порода благодаря СМИ, Вероника вынуждена выходить на улицу с собакой, только надев на черри намордник и поводок. Очень активная, дружелюбная, очень любит людей, очень любит детей, очень любит котят почему-то. У меня дома очень много котят я выхаживала, и она мне очень в этом помогала. И вылизывала, и ходила за ними, и следила за ними, и даже возвращала их на место в лежак, чтобы они никуда не разбегались, не расползались. И грела, и спали они вместе с ней. То есть, прям полностью ухаживала, как мама. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 1 марта жизнь рязанцев изменится. В силу вступает ряд федеральных законов. Они затронут разные сферы жизни от вызова аварийных служб до оценки кадастровой стоимости недвижимости. Тему продолжит Галина Кудряшова. Дозвониться в аварийную диспетчерскую службу станет проще. С 1 марта вступают в силу новые правила. Теперь диспетчер должен ответить на телефонный звонок в течение пяти минут. Если не успел, то обязан сам перезвонить в ближайшие 10 минут или оставить голосовое сообщение. Изменения коснулись и сроков реагирования на жалобы. Теперь все аварийные повреждения внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены не позднее, чем через 3 суток. На ликвидацию засора внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки, как и на устранение засора мусоропровода. С 1 марта дачники плотнее будут сотрудничать с местной администрацией. Теперь при начале строительства дома и окончании работ нужно направлять властям уведомления. Подача такого документа позволит спокойно внести сведения о доме в Единый государственный реестр недвижимости, присвоить ему адрес и оформить прописку. С 1 марта вводится обязательно лицензирование автобусных перевозок. Без документа смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для госструктур или не выезжают на дороги общего пользования. В остальных случаях, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели 100 тысяч, а юридические лица 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует уже конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. 2 марта вступает в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Он будет применяться к новым или вновь учтенным объектам, а также тем, у которых изменились количественные и качественные характеристики. Прежде всего, это земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машиноместа. Также с марта вводится обязательная маркировка табачных изделий. Это поможет отслеживать оборот табака от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность его происхождения. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередный пожар произошел в Рязани в последний день зимы. В 11 часов утра загорелась заброшенная постройка на улице Радиозаводской. По данным регионального МЧС, с натушения выезжали три пожарных расчета. Получить востребованную профессию и хорошее трудоустройство после обучения – все это предлагает Рязанский государственный медицинский университет. В преддверии дня открытых дверей в ВУЗе наша съемочная группа встретилась с деканами медико-профилактического факультета и фармацевтического и выяснила, почему стоит выбирать именно эти направления. Устроиться на работу в учреждении Роспотребнадзора или в Центр гигиены и эпидемиологии – это только часть предприятий, куда может прийти выпускник медико-профилактического факультета Рязанского медицинского университета. К тому же можно получить специальность врач микробиологических и клинических лабораторий для работы в больницах и поликлиниках. Плюс это любая лаборатория, то есть опять же в зависимости от формы собственности. Это может быть промышленное предприятие и его лаборатория. Это может быть предприятие пищевых объектов и в должности санитарного врача, они тоже имеют право работать. Чтобы поступить на факультет, нужно сдать три обязательных экзамена – химия, биология и русский язык. Студентов ждет насыщенная шестилетняя образовательная программа, где теория соседствует с практикой, которой уделяется особое внимание. Большое внимание уделяется практической подготовке и уже, наверное, с третьего курса мы активно сотрудничаем со специалистами Роспотребнадзора, приглашаем их для чтения лекций. Также специалисты Роспотребнадзора совместно с нашими студентами выходят на объект. Студенты могут продолжить обучение на ординатуре, после которой получат сертификат специалиста. Другой факультет – фармацевтический – открылся в связи с острой нехваткой кадров в регионе, которая ощущается до сих пор. Поэтому выпускники сильно востребованы. Факультет осуществляет подготовку провизоров для работы в аптечных организациях и на фармацевтических предприятиях. Выпускники факультета могут решать задачи по разработке, испытанию, регистрации лекарственных средств, их производству и контролю качества. После окончания вот этого пятилетнего цикла обучения мы предлагаем нашим студентам прийти к нам же в ординатуру, в течение двух лет получать более глубокие знания и навыки по ряду специальностей, в том числе фармацевтического направления и, конечно же, промышленная магистратура по промышленной фармации, которая позволит им уже стать настоящими производственными фармацевтами и работать на крупных заводах, может быть, даже за рубежом. Чтобы стать студентом факультета, нужно сдать те же экзамены – русский язык, химию и биологию. Обучение проходит по разным направлениям. Обучение по программе высшего образования специалитета происходит в течение пяти лет. Очная форма обучения существует в нашем ВУЗе. По программе среднего профессионального обучения мы учим два года десять месяцев. По программам ординатуры и промышленной магистратуры в течение двух лет. Какой бы факультет абитурент не выбрал, говорят специалисты, главный – это целеустремленность и самоотдача. Ведь потом, по окончанию, выпускник будет выполнять главный долг врача – помогать людям. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязань стала на несколько дней музыкальной столицей России. Около 1200 человек приехали со всей страны для того, чтобы принять участие в 27-м международном конкурсе детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик». Москва, Подольск, Рыбинск, Славянск, на Кубани – это далеко не вся география. Мы побывали на открытии конкурса, который прошел в муниципальном культурном центре. Подробности далее. Юные, талантливые и невероятно трудоспособные с самого детства эти ребята усвоили выступать на сцене тяжелый труд. «Солнечный зайчик» проводится в Рязани в 27-й раз, и каждый год участники удивляют. Всех собравшихся от имени исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Карабасова и администрации города поприветствовала заместитель Елена Сорокина. Она отметила, что для города является большой честью принимать столько талантливых юных артистов. За годы своего существования «Солнечный зайчик» стал для многих участников ступенькой на профессиональную сцену. помог раскрыть творческий потенциал. Софья Малахова и Олеся Туболец приехали из Самары. Дуэт у них сложился сразу, говорят девочки. Высокий голос у одной и низкий у другой создают прекрасное звучание. «Мы приехали получить новый опыт, новые эмоции. Мы на этом конкурсе уже не первый раз, мы приехали сюда уже третий раз. Нам здесь очень нравится. Здесь и сцены, и звук, и освещение. В общем, прям как на Первом канале». В этом году конкурс получился действительно масштабным, признается начальник городского управления культуры Евгения Власова. Под стать и призы, которые реально дают молодым талантам путевку в музыкальную жизнь. «Путевки, я скажу, достойные. Это и возможность участвовать в детском Евровидении, это фестиваль «Новая волна», это агентство Леонида Агутина, Яны Рудковской». «Солнечный зайчик» дает возможность не только показать свои номера, но и принять участие в мастер-классах от членов жюри. Некоторым даже удалось выйти с ними на одну сцену. Элла Хрусталева говорит, по-настоящему талантливых детей очень много. Главное – разглядеть это и начать работу в правильном направлении. Быть строгим судьей для нее сложно, но это необходимо, ведь чем выше уровень конкурса, тем без пристрастия не должны быть оценки. Работа с детьми важна и проявлять доброту. В работе с детьми опирается на двух китов – духовность и голос. И духовность, как видите, на первом месте. То есть духовное наполнение, понимание того, о чем ты поешь, еще общее личностное начало, оно, конечно, всегда для нас приоритетно. Для зрителей и участников в этом году приготовили немало сюрпризов. Среди них – поддержка молодых педагогов, которые получат специальные премии от администрации города, и новая номинация «Новогодняя песня». Победитель сможет выступить со своим авторским произведением на торжественной церемонии, посвященной к старту проекта «Новогодняя столица-2020». Торжественное закрытие конкурса и подведение итогов состоится 3 марта. Мария Руда и Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В топ-50 лучших школ России вошла Полянская детская школа искусств, одержав в 2017 году победу на всероссийском конкурсе. Лучший педагог, почетный работник образования и так далее. Регалий и побед у школы много, но главное богатство – ученики. Почти 350 мальчишек и девчонок приходят сюда раскрыть свои творческие способности. Взмах кисти и на полотне появляются четкие линии будущего рисунка. В одно мгновение полет фантазии переносится на бумагу. Татьяна Рытова отдала свое сердце художественному творчеству с детства. Пять лет она занимается в Полянской школе искусств. В будущем мечтает стать дизайнером. Для того, чтобы достичь своей цели, Татьяна по шесть часов в неделю сидит за мольбертом. Рисует гуашью, акварелью, но особенно ей нравятся масляные краски. Любимый цвет – светло-розовый и нежно-голубой, как весеннее небо. Сейчас девушка учится разным техникам и стилям, хотя уже определилась со своими предпочтениями. Лучше всего у меня получается декоративный натюрморт, потому что, мне кажется, в таком стиле картина получается необычной и красивой. Педагог Татьяны Анна Николаева работает в Полянской школе искусств 11 лет. Она преподает юным художникам разные техники. Декоративный стиль, живописный, академический, графику, роспись и лепку. Самому мастеру близок академический стиль с его передачей «Света теней» и «Сложным светом». Отвечая на вопрос, какие ее ученики, тепло улыбается. Хорошие, очень послушные. Я вообще им благодарна, что они, как говорится, стараются в нашей жизни. Такая у них загруженная в школе, и они приходят сюда, то есть сами добровольно и трудятся. Сама Анна приехала в Рязань из Мурманской области. Живет здесь уже 11 лет. В свободное время любит стричь и водить машину. Главное, говорит, чтобы рядом были хорошие люди. Это одна из тех вещей, которые покорили ее в Рязани. Культура, в первую очередь, красота, вот эта вот старинность, вот эта вот история края. Ну и сама доброта людей. Все дружно друг другу помогаем. Почти 350 учеников приходят сюда ежедневно, чтобы постигать азы музыкального, художественного, хореографического и общеэстетического искусства. По словам директора Тамары Купцовой, в современном мире дополнительное образование просто необходимо. Дополнительное образование – это и культура, это и спорт, это и техника и так далее, и так далее. То есть каждый должен найти свое выборное направление. И поэтому в 21 веке вот такие высококвалифицированные кадры, интеллектуалы, они, конечно же, будут востребованы. У Ульяны Модиной дочь ходит в коллектив «Мультифрути». Уже три года. По словам женщины, девочка здесь просто раскрылась. Легче уже общается и с детьми. Они поют и танцуют, и мюзиклы ставят. Очень такое разностороннее у них развитие идет в этом коллективе. Творческую атмосферу, царящую в каждом уголке школы искусств, поддерживают два попугая неразлучникам, которые подбадривают всех своим пением в холле. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Специалисты советуют планировать маршрут праздничных выходных дней заранее. С 7 по 10 марта изменится расписание электричек. Так, с 7 марта поезда будут следовать по расписанию пятницы, 8 марта по расписанию субботы, 9 марта также по расписанию субботы, 10 марта по расписанию воскресенья. Подробнее узнать об изменениях можно на сайте компании или остановках, а также в мобильном приложении. Это все новости. На сегодня еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад» Субтитры создавал DimaTorzok